Играми 1-4 Кубка страны Могилёвский Днепр в Гомеле и Бобруйская Белшина в Солигорске открывают сезон. В преддверии старта готовности команд расскажет Спорт-М. «Золотая шайба-2014» на Ледовой арене в Горках проходит республиканский финал. Это было сложно, конечно, быть уверенной, когда ты всё время его проигрываешь. Но если бы не было уверенной, то бы не выиграла просто. Лиза Хлыстунова, лучшая шпажистка Европы, рассказывает Спорт-М, как она шла к титулу сильнейшей на континенте. Это программа Спорт-М, Спорт Могилёвской области. Приветствую вас. В эту субботу в Беларуси открывается футбольный сезон. Матчами в четырёх городах стартует 1-4 финала Кубка Беларуси. В Гомеле местный клуб будет принимать Могилёвский Днепр, ну а Белшина пожалует в гости к Солигорскому шахтёру. О готовности этих команд прямо сейчас. Днепр. Обновлённая команда сегодня привыкает. Футболисты друг к другу, болельщики к новым именам. Уже через неделю все мы можем увидеть новых белосинек в игре первого тура чемпионата страны. Соперник Минская Динамо, кстати, эту встречу планирует показать белорусское телевидение. Но пока Днепровцев ждёт выезд в дружеский Гомель. Определённые намётки есть, но окончательно по составу определимся. Я думаю, уже в день играю. Кто лучше будет на данный момент готов, кто будет играть. Эти кто? Два десятка, что сейчас бегают по полю. На днях состоялись последние подписания. Владислав Образцов из Кривбаса, Ником Натабишвили и Атари Арвеладзе из клуба «Дила», что базируется в грузинском сгоре. И все они из линии обороны. Примечательно, каждый контракт долгосрочный. Сейчас немножко политика клуба изменилась. Больше ставка и на молодых ребят. А чтобы их удержать, они через год не уходили в другие клубы. Поэтому подписываем долгосрочные контракты. И эти контракты были последние. Юрий Лукашев доволен селекцией, по крайней мере, в нынешних финансовых реалиях клуба. Ну а играть будем вновь наш любимый контр-атакующий стиль. Самое главное, что футбол был быстрый, контр-атакующий, позиционный атака. Это же в зависимости от соперника и от своей готовности. В Бобруське тем временем появилась «Белшина». В начале недели красно-черные вернулись из продолжительного сбора в Турции и продолжили подготовку к сезону в родном городе. Клуб, говорят, закрывает долги по зарплате. Родной стадион практически готов принять игры команды. Александр Сиднев доволен подготовительным процессом. На днях в Белшине появился 30-летний украинский полузащитник Михаил Кополовец, поигравший в Львовских Карпатах и в Ужгородском Говерле. Также Белшину пополнил 23-летний испанский форвард Мануэль Родригес. Ранее он выступал за испанскую Альзиру из 4-го дивизиона. Сезон обещают быть горячим. В чемпионате, где никто не вылетает, интересна будет борьба наших. Вернет ли дне пропозицию номер один в области, которую в минувшем сезоне забрала себе Белшина. В Горках проходят финальные республиканские соревнования по хоккею «Золотая шайба» на призы президента Беларуси. За звание сильнейшего в старшей возрастной группе борются 7 команд, которые стали финалистами числа 623 коллективов, принимавших участие в отборочных турах «Золотой шайбы». Также вне зачета выступает команда из России. Формат турнира традиционный и уже привычный. Все команды разделены на две группы, в которых ребята играют по круговой системе. Переходящий кубок пока находится в Горках. В прошлом году именно местные юные хоккеисты одержали победу в соревнованиях. Будет ли у трофея новый владелец, станет известно в субботу после финальных игр. Турнир живой, тем более этому свидетельствует все большее участие команд в этих соревнованиях. Цель этих соревнований не только найти новых звездочек хоккея, но и они созданы для того, чтобы ребята полюбили спорт. Может быть они проявят, я уверен, что они проверят где-то на другом уровне, в других видах соревнований. Напомним, неделю назад победителем соревнований «Золотая шайба» в младшей возрастной группе стала команда «Мираж» из Горок. Василий Шептибой, двукратный бронзовый призер 11-х Паралимпийских игр в Сочи, добрался до родного города. Впереди множество официальных церемоний, поздравлений. Ну а сегодня в программе «Спорт М» интервью нашего героя жарких зимних сочинских игр. В Сочи поразили своей погодой. Как бы очень жарко было. Выходил на гонку и там на самом деле пересыхало горло так, что, блин, хотелось кричать там, дайте воды. Потому что как бы особенно бежал последнюю гонку 10 километров. Как бы тоже рассчитывал на пьедестал. Думал там по гололеду успеем проскочить. И тоже вышел. Как бы с утра ничего, как говорится, никаких там таких предвестий даже нет. А выходишь на старт, пробегаешь по 1 километре, и начинается вот именно такое, вообще пересыхает горло очень сильно. Но это не помешало Василию дважды взойти на пьедестал. Сделать невозможное возможным. У Шептебоя это получилось. В копилке уже 8 паралимпийских наград. А жажда победы еще не кончилась? Нет, наверное, жажда победы никогда не кончится. В Рио поедете? В Рио, не знаю, возможно. Но пока еще, как бы, говорить рано. Надо определиться, с каким видом. В общем, сейчас будете отдыхать? Ну, в принципе, нет. Буду потренироваться так, по чуть-чуть. На велосипеде кататься. В чемпионате Беларуси по баскетболу сыграны очередные матчи. Представители нашей области свои встречи провели на выезде. Могилевский Борисвен в упорной борьбе уступил Витебскому Рубону 62-65, а Осиповичская Свислыч вновь без шансов проиграла лидеру чемпионата Гродно 93-60-107. Турнирная таблица группы А это команда лидер чемпионата. Свислыч третья с отставанием в 9 очков от первого места. В группе Б Борисвен на предпоследнем четвертом месте. Юнош-пажистка Ализа Хлыстунова чемпионка Европы. Среди школьников ей нет равных на всем континенте. А еще она возглавила рейтинг и сместила в общем зачете свою главную конкурентку из Италии. Об этом она рассказала о нашей программе, вернувшись из Иерусалима, где и проходил европейский форум. Через две недели Лиза уже отправится в Болгарию, где примет участие в первенстве мира. И будет последний раз фехтовать среди кадетов. После завершения мирового форума Могилевчанка переходит в юношеский разряд, где тоже хочет добиться аналогичных успехов. В сочетании с накопленным опытом и верой в собственные силы должно получиться. Если ты допустишь малейшую мысль о том, что ты можешь проиграть, даже если ты проигрываешь, там много уколов, но если у тебя вот эта мысль закрадется в тебе, то ты проиграешь, никогда не выиграешь. Спорт М желает Елизавете только побед. Наша традиционная рубрика МОЕКЕНД расскажет о спортивных событиях выходных. В Горгах на Ледовой арене в эти дни проходят финальные республиканские соревнования по хоккею «Золотая шайба». За звание сильнейшего в старейшей возрастной группе борется семь команд. В субботу состоятся финальные игры, которые назовут имена призеров и победителя соревнований. Награждение и церемония закрытия намечено на субботу в 15 часов. В пятницу в Могилевском спорткомплексе «Олимпиец» пройдет матч чемпионата страны по баскетболу. Местный Борис Фен будет принимать «Принемание» из Гродно. Начало встречи в 18 часов. Готбольная Машека принимает своих немногочисленных зрителей также в «Олимпийце». В чемпионате страны дела нашей команды продвигаются со скрипом. Получится ли зацепиться в игре против Минского Аркатрона, узнаете, если посетите игру в субботу. Ее начало в 2 часа дня. В субботу третья игра, 1-4 финала чемпионата страны по волейболу у женщин. Могилевский коммунальник принимает «Жемчужину Полесья» из Мозыря. Счет в серии 0-2. Напомним, игры на этой стадии проходят до трех побед. Могилевчанкам необходимо побеждать. Если получится, игры продолжатся и в воскресенье, иначе поединок только в субботу. Его начало в 17 часов. И в это воскресенье стартует чемпионат Беларуси по боксу. Зрелище будет интересное. В Могилевцы едутся лучшие мастера страны. Поединки продлятся до среды. И вновь «Олимпийц» место проведения. «Спорт-М» расскажет. Не пропустите эти события. Это была программа «Спорт-М» «Спорт Могилевской области». Болейте спортом, занимайтесь спортом. И увидимся на «Беларусь-2». Счастливо!